В данном руке мы разберем с вами такой элемент, как мостик-волна. Приступать к его изучению стоит после того, как вы усвоили мостик с положения стоя. Данный элемент можно условно разделить на три части. Это замах в руках, собственно, мостик-волна и полное распрямление корпуса на полу. В данном элементе руки не просто поднимаются прямо вверх. Они начинают свое движение с небольшого замаха, двигаются вверх и переводятся назад. Еще раз. Замах вверх и перевели назад. Как только вы перешли в мостик, левая рука, вернее левая кисть, выпрямляется и мы проспальчиваем за рукой. Как только вы коснулись головой пола, выпрямите правую кисть и также продолжите скольжение по полу. Ваша задача – опустить полностью спину на пол. Как только спина оказалась на полу, вытяните ноги вперед. После того, как вы отработали более упрощенный вариант данного элемента, переходим к его законченной форме. Замах рук и полное распрямление в корпусе на полу у нас сохраняется, а вот мостик-волна, который мы выполняли в более упрощенном варианте, у нас предоизменяется. Когда мы выполняем мостик, у нас не будет проходящей такой точки паузы, как мы выполняли сейчас в более упрощенном варианте. Когда мы приходили на сопрощенные руки, потом у нас левая рука выпрямлялась, мы проскальчивали за ней, следом за левой рукой шла правая, и мы тогда делали с вами полное направление в корпусе. Сейчас же этой точки не будет. Мы после замаха сразу же будем стремиться идти на вот это скольжение. На этом урок окончен, ну а вы тренируйтесь.